Зеркало Зеркало Памяти, что бережно сохраняет лики минувших эпох, то отражение нашего прошлого, что становится зеркалами истории народов, и кажется, то смотрим уже не мы, а то она, сама история, амальгамы эпох смотрит на нас. В 1916 году русский религиозный философ, правовед и общественный деятель князь Евгений Николаевич Трубецкой произнес свою знаменитую публичную лекцию. Назвал ее умозрением в красках, шел самый разгар мировой бойни, а он говорил о чуде древней иконописи. У ее сакральной сущности и непроходящей ценности древнерусской палитры. Вроде бы иконописный образ прост, плоскость линий и краски конкретен, кисть мастера бесстрастна, но для земного человека он навсегда останется миром горним и таинственно прекрасным. Так же, как прекрасны и таинственны вершины величайших гор, говорил Трубецкой. Для большинства из нас они так и остаются недостижимыми, и то не мы смотрим на икону, то икона смотрит на нас. Икона – это попытка человека встать по ту сторону бытия, увидеть себя стоящим перед лицом видимого Бога. Бог неизобразим. Никакая икона не изобразит Бога в том виде, как он есть. Но она помогает нам в чем-то прийти к Богу через изображение образа. Ибо человек есть образ Божий. В каждом из нас есть вот частица Божества. И если мы можем это увидеть на иконе, которая смотрит на нас, а мы смотрим на нее, то это помогает нам и в нашей повседневной жизни быть лучше, чище, добрее, почувствовать святость. И икона помогает нам прийти к этой святости. Когда смотришь на этого спокойного, уверенного в себе человека, то понимаешь, что и в светском платье он будет выглядеть так же, как и в облачении, предписанном ему сану. Свободно, сдержанно, достойно. Внук личности легендарной – Николая Евграфовича Пестова, ученого-естественника, духовного писателя, сумевшего сохранить традиции пламенного православного подвижничества в годы жесточайших церковных гонений XX века. Сын известного протеерея Владимира Петровича Соколова. Старший брат двух пастырей. Сам – священнослужитель. Он родился и вырос в семье, где вера была сутью бытия. Его смыслом, его продолжением, понятие же «долг» в его доме никому не пришло бы в голову специально укреплять. Он просто был, был всегда на генетическом уровне. Я только благодарен Богу, что Господь дал мне возможность родиться в такой христианской доброй семье. Это великая милость Божия по отношению ко мне и большая ответственность перед Богом, ибо Господь сказал, кому много донос, то много и спросится. И я всегда чувствую, что все, что происходит в моей личной жизни – это не моя заслуга, а это заслуга тех, кто молится за нас, кто думает о нас, кто дает нам возможность жить на земле. Скромный труженик, писатель и ученый, теолог и педагог, скрипач, профессиональный музыкант с консерваторским образованием, кандидат богословия, декан миссионерского факультета Свято-Тихоновского университета, духовник Олимпийской сборной России. И вот уже почти 17 лет настоятель храма святителя Николая в Толмачах, бывшей домовой церкви семьи Павла Михайловича Третьякова и нынешней Третьяковской галереи. Человек, для которого важнее всего не бичевать пороки, а помогать страждущим, не тревожить резким словом, а давать утешение и надежду. Таково установление православного батюшки, протеерея Николая Соколова. Все, что во мне доброго, хорошего есть, это из нашей семьи. Папа, мама, дедушка, бабушка. Все, только они. Я сам ничего не стою. Это их все заслуги. И сегодня отец Николай благодарен родным за право, данное имя ему, следовать собственным устремлениям. Говорит, что каждый должен пройти самостоятельно период испытаний и искушений. Без них не бывает полнокровной жизни. К несовершенству человеческому отец Николай Терпин. К людям доброжелателен, в суждениях взвешен, уверен, что тех, кто не грешит, нет априори. Вспоминает веками почитаемых святых, что полагали себя великими грешниками, ибо чем выше поднимается человек по духовной лестнице, тем яснее он видит, как много всего осталось, над чем еще нужно работать. Чем он отличается? Это уже явное влияние западной школы. Это влияние общения России с миром, которого она до этого не знала еще. Но одновременно это и изменение в человеке, который уже по-другому смотрел на иконопись, и ему хотелось приблизить икону к тому пониманию, какое имели те люди уже 17-18 века. Век 17-й. Век Рене Декарта, Лока и Ньютона. Век покорения океанов и тайн природы. Век поиска новых торговых путей. Век опустошительных моров и войн, пышных ассамблей и куртуазных правлений. Век интриг, плах и маскарадов. Век блестящих поэтов и живописцев. Западную Европу уже потрясали шедевры гениальных кистей Хальса, Рубенса, Веласкеса. Их творения взрывались опытом предшествующих ренессансных эпох. Они без труда покоряли реальность и с блеском переносили ее на свои полотна. В России же продолжала царить иконопись. Порсуны, то есть портреты и линчавты, что значит ландшафты, так и оставались заморской диковинкой. Россия века 17-го. Она все еще ждала своих вермейров дельфских, своих рембрандтов ван Рейнов. И в то же время один безвестный богомаз недоуменно размышлял, глядя в зеркало. Разве не чудо этот удивительный образ? Если человек движется, движется и он. Перед стоящим стоит, перед смеющимся смеется, перед плачущим плачет. Но за шесть лет до рождения этого пытливого человека наиболее знатных ликописцев соберут под сенью только что созданного иконного приказа. Случится это в 1620-м. Художники иконной палаты отныне будут работать по заказам царского двора, купцов и промышленников. Их-то вкусы и пристрастия и начнут менять художественные миры Древней Руси. Пройдут два десятилетия. Иконный приказ расформируют, а по русской бездорожной хлябе подтянутся живописцы из просвещенных Европ. Они принесут на отечественные нивы новые техники и манеры, иные ценности и философию, иной взгляд на личность. И тот, кто пристально и восхищенно, но обреченно еще недавно вглядывался в зеркальную гладь, это новое отношение к человеку ощутит и воплотит уже в своих все еще иконописных творениях. Канон — это правило, по которому нужно писать все. Если человек мастер, то он соблюдает и правила, и умеет за них пределы выйти, но опять туда войти, чтобы правила правильно гармонировали с тем миром, который у него есть в душе. Гармония дара. Возможно, именно она поможет ему с легкостью и изяществом освоить фряжскую премудрость, возглавить иконописную мастерскую, стать славным царским изографом. Он будет чертить и разрисовывать географические карты, создавать эскизы монет, медалей, орденских знаков, войсковых знамен и штандартов, расписывать дворцовые покои и храмовые стены. Он станет первым теоретиком красочных искусств. Из-под его пера выйдет свод правил новой живописи. Он первым дерзнет познавать анатомию человеческого тела, изучит европейскую архитектуру, откажется от классической иконной обратной перспективы. Первым сделает шаг к индивидуальности, уникальности. Он первым напишет, по сути, портрет. Напоит иконописные лики настроением. Именно в его творениях из ликов они станут лицами, а высокая их духовность приобретет черты тихой задушевности. В его жизни будет все – взлеты и падения, опалы и слава, порицания и похвала, бедствия и процветания. А с ним вместе уйдет эпоха. Он станет последним иконописцем Древней Руси и первым, кто поставил подпись под своим творением. Величайший русский художник, иконописец, гравер и живописец, вошедший в мировую историю под именем Пимен сын Федоров Ушаков. Завомый Симон. И любое новаторство, оно сопряжено с определенными трудностями и пониманием тех, кто его окружает, до определенного времени. Если мы посмотрим на произведения, скажем, или художников, композиторов начала XX века, Пикассо или Прокофьева, Шостаковича начала, то они казались очень трудноподнимаемыми. Сегодня это совершенно уже считается классика. Музыкальная, живописная и все. Насколько человек уже привыкает и смотрит. Так и Симон Ушаков, когда мы впервые увидели его образы, такие, как, скажем, вот Древо государства российского, где изображается не просто икона Владимирской Богоматери, как сосредоточие духовной жизни России и покровительницы России, а уже целый исторический фон ее бытия. Богоматерь Владимирская или насаждение древа государства российского. Искусствоведы называют эту икону чаще Богоматерь Владимирская с клеймами или медальонами. Образ был написан для Троицкой церкви усадьбы Никитниковых. Художник жил рядом, а сам царь Алексей Михайлович был ее прихожанином. Ушакова использует хорошо известный сюжет Древа Иесиова, который посвящен генеалогии Христа, введен в практику монументальной росписи еще феофаном греком. На иконе ветвистое древо, прорастающее плодами трудов, глубоко почитаемых святых, митрополитов, иерархов и преподобных, а также князей и царей. В пышной кроне образ Богоматери, с нежно прильнувшим щечкой сыном на руках. В верхней части иконы – Христос. Он передает ангелам золотистый покров, знак особого благоволения Круси. У основания древа на фоне пятиглавого Успенского собора основатели московского государства, митрополит Петр и великий князь Иван Калита. Они-то и поливают корни древа. По сторонам его под пышной сенью портретные изображения царя и царицы с цесаревичами. Воистину, это древо, которое растет незаметно, но когда вырастает, делается большим кустистым, медвистым, которым и птицы небесные найдут себе места. И, как видно, в виде птиц изображены вот эти медальоны с изображением святых угодников божиих, и прославленных, и еще и непрославленных, просто бытующих в определенном плане в истории России. Известно, что Ушаков хорошо знал семью Романовых. До наших дней дошли прижизненные изображения Алексея Михайловича к истине известного художника. Так что видно, что иконописец пишет реального человека. Он вводит в свои труды земной, дольний мир, который именно начиная с образов Ушакова займет в иконе свое законное место, а сама иконопись отныне будет прославлять не только Царя Небесного, но и земного. И уже совсем скоро в работах других иконописцев Божью Матерь увенчает царский венец. Так рождался и закреплялся в русском сознании сам институт самодержавия, а глава государства становился помазанником Божьим. Россия становится могущественной мировой державой Благодаря покровительству Богоматери и заступлению и молитву святых, которые вознес на нее свои молитвы. Несмотря на прошедшее смутное время, на прошедшее тяжелое лихолетие, и море, и гладе эпохи Бориса Гудунова, и те страшные события, которые происходили и в правлении Алексея Михайловича, в том числе и воины, тем не менее Россия становится могущественным государством. И вот покров Божьей Матери, покров ее молитвы, как омофор, неизменно пребывают над Россией. Интересно, что если имена Рублева и Дионисия и современниками их, и потомками всегда произносились с глубоким пиететом, то отношение к творчеству Симона Ушакова во все времена было весьма противоречивым. Но дитя своего века, он, несмотря на собственное бесстрашие, веру в свои силы, жажду новаций и даже приятие его трудов монархами, не сразу придет к дерзаниям нового видения, не сразу посмеет перенести на иконописные доски реальность. Так только в середине 70-х, когда ему будет уже полвека, попробует отказаться от статики. Он захочет передать движение. Таков его архангел Михаил, попирающий дьявола. 1676. Маленькая, но, пожалуй, самая утонченная и богатая по колориту икона, самая изысканная из всех творений Ушакова, и она поразительно лаконична, что называется «все в миру». Наклон вперед, широко распростертые тяжелые мощные крылья, высоко подъятая правая рука с мечом в левой сфера, непременный канонический атрибут архангелов Михаила и Гавриила. Лик святого воина спокоен, но суров. Динамику мужественного образа словно призваны оттенить смутные очертания неподвижных фигур святых, а не за спиной небесного ратника в дымке. А внизу, у попирающих пораженную нечисть ног архангела, крошечная человеческая фигурка простого смертного, в скромной одежде посадского, с благоговейно сложенными и прижатыми к груди руками. Одно время даже считали, что это автопортрет самого художника. Это, скорее всего, даже не художник, а кто-то из тех, кто заказал икону. Кто в честь Михаила Архангела и молился ему, может быть, кто-то из боярского рода, кто-то, хотя не исключено, что, может быть, и самый Ушаков хотел себя изображить здесь. Я думаю, что это не свойственно в основном того периода. Слишком скоровны были художники и, как правило, своих работ не подписывали, тем более не изображали себя на иконах. О будущем царском изографе история, как это ни странно, сохранила некоторые факты. Возможно, потому, что трудился он знатно до последнего вздоха и оставил после себя великое множество прекрасных творений. Но труды его в большинстве были для храмов, так что многое утрачено. Есть белые пятна и в биографии, почти абсолютно чистые листы в начале жизни. Так неведомо, где он родился, в предположительном Москве. Знаем, что в 1626-м так записано в синодике. Известно лишь, что многие его родственники носили духовный сан. Долгое время считалось, что дворянское звание было пожаловано ему за особые творческие заслуги. Сегодня же доказано, что уже по рождению он был дворянином. Времени сохранило для нас и имени человека, обучившего Симона тайным профессией. Да видно, знал он свое ремесло не худо, иначе как бы удалось 22-летнему юноше без труда попасть на цареву службу. В оружейной палате для дел государевых трудились лучшие иконописцы тех лет. Ковщики-оружейники, золотых и серебряных дел, мастера. Симон как раз и начал, что называется, свою карьеру с должности знаменщика по серебру. Судя по всему, заметили его скоро, ибо создавал он рисунки не столь для церковной утвари, сколь для изысканных бытовых вещиц, что украшали палаты самого царя. Возможно, именно поэтому никогда не подвергался порицанию за попытки выйти за границы канона. Известно, что в 55-м даже принял участие в смоленском походе царя Алексея Михайловича, а в 61-м создал карту реки Дона и целой страны Швеции. Известно и то, что Симон Ушаков был женат. Имя его жены Феврония. У них было двое детей, сын Петр и дочь Ефимия. Первые, дошедшие до нас работы, датируются 1652-53 годами. Помимо дорогих его сердца русских икон, Симон Ушаков копирует и особо чтимые леки других народов православного мира. Такова богоматерь Кикская 1668-й. Изображение представляет так называемый тип взыграния. Считается, главной святыней острова Кипр появилась при Алексее I камнине. То есть на рубеже 11-12 веков в России почиталось конца 16-го. Издревле этот образ русичи называли богоматерью Елеуса. В точном переводе с греческого Елеуса милующее, милосердное, позднее умиление, что значит не только дарующее, но учащее милосердие. Сказание, датированное около 1422-го года, связывало эту икону с апостолом Лукой и первыми христианскими общинами Египта. По сегодняшний день первоначальный образ пребывает в монастыре богоматери Елеусы на горе Кикос. Одна из тех икон, которые закрыты от созерцания ее. И поэтому, видимо, только когда-то она была открыта, кто-то видел ее, и вот эти древние списки доходят до нас. Это не означает, что она не открывается. Она открывается по канонам греческой церкви один или два раза в году, когда ее выносят на крестный ход, но открывается лицом, ликом к небесам. А так она обычно находится вот в таком виде. Она примерно такого же размера и примерно до половины ног спасителя и руки богоматери она сокрыта таким серебряным покровом. По сравнению с подлинником художник изменил композицию на зеркальную, переместил младенца на правую руку богоматери, но сохранил все надписи на греческом языке и несколько непривычные для русской школы иконописания цветочные узорочья одежда, а на обороте дерзнул обозначить свое настоящее имя. Тогда еще Пимен Федоров. Печально задумчивый, добрый, светлый лик, вот так сказать. Очень хорошие и милые действительно иконы, которые уже одновременно уже приходят одной ногой в живопись, но еще где-то находятся на уровне иконы. Жизнь долго улыбалась царскому изографу. Заказов было много, вознаграждение шло сверх палатного заработка, да и в оружейном приказе получал он регулярно и корм, и платье, и жалование. Его ценили, царь благоволил, тоже жаловал то одеждой, то деньгами. Однако в апреле 1665-го все резко изменилось. Ушаков попал в государеву немилость. Был сослан сначала в Покровске, затем в Никольский монастырь, о причинах можно только догадываться. Но так или иначе голова Симона на плечах устояла, а через 4 месяца завершилась и опала. 1666-й вновь Москва, вновь прочное положение, царский заказ изобразить на семи досках дни недели. Через 2 года государь сдаст указ, запрещающий продавать плохого письма иконы. Смотрящим за качеством будет поставлен Ушаков. Авторитет его в то время был высок как никогда. Это был человек глубокого внутреннего мира, который понимал, что он делает не просто пишет иконы, а это задача, которую Господь ему дал, чтобы приблизить человека к миропониманию духовной жизни. 1674-й, Ушакову, 48. Вновь придут неприятности, у него отберут дом, судебные тяжбы продлятся практически до самой смерти, но он будет работать, работать не покладая рук, как привык. Именно тогда создаст тайную вечерю и нерукотворный спас. Последней известной нам иконой кистью Симона Ушакова станет спас на престоле. Он напишет ее в 85-м для Троицы Сергиева монастыря. На обороте рука мастера оставит посвятительную надпись «Все вызрящие, их же ради положих труды сия». 25 июня 1686 года художника, чье парадоксальное для его эпохи видение и поныне предмет споров Пимена, сына Федорова, Ушакова, Завомова с Симоном не станет. Россия все еще ждала своих Рембрандтов, своих Леонардо да Винчи и Ван Дейков, и они появились. Не в последнюю очередь благодаря первому живописцу в истории русского искусства солнечной кисти последнего иконописца древней Руси. Я не разделяю земное и небесное. Если красиво, то красиво. Если безобразно, то безобразно. Любая лилия, любой цветок на земле растет, и он красив. И Господь сам говорил, смотрите на лилии. Никто не одевался красивее их в Соломон славе своей. Но Господь одевает их. А что касается произведения рук человеческих, ну, если у человека душа красивая, он и пишет красиво. Если у него есть о чем сказать сердцем, он пишет это от всего сердца. Иконописец и священнослужитель Ушаков и Соколов, славный царский изограф века 17-го и настоятель Божьего храма века 21-го. Каждый из них отражает мир по-своему, и каждый нашел свое достойное, единственное верное, только им присущее место в этом мире. КОНЕЦ КОНЕЦ